Так, готовы господа, да? Значит, наша общественная организация, наша Молдова, вот сегодня здесь на пресс-конференции, хочет озвучить некоторые вещи. Значит, повестка сегодняшней нашей пресс-конференции. Первое. Мы предлагаем создать общественный центр по борьбе с коррупцией при премьер-министре, а также предложить убрать вот эти протестные палатки, которые находятся в центре города. Вот эти две позиции, которые мы сегодня хотели бы озвучить и обсудить. Значит, по этому вопросу слово господину Георгиевичу Федору Васильевичу. Ну, я думал, ты основу произведешь, разнесешь. Могу. Значит, давайте тогда я в двух словах пройдусь по первому пункту. Значит, первый пункт, который касается вот такого общественного центра по борьбе с коррупцией. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что люди у нас в обществе разочарованы, что властям они доверяют мало. Вот. Причины тоже понятны. Люди были обмануты много раз. Вот. Всякими обещаниями. Поэтому общественный центр мог бы выполнять очень важные и нужные функции. Суть в том, что очень многие обращения граждан, которые поступают в официальные станции, они остаются без ответа, спускаются на тормозах, и люди не получают того, чего ожидают от властей. В этой ситуации они могут обращаться в общественный центр, который будет создан непосредственно при премьер-министре. Их вопросы, жалобы, предложения будут регистрироваться. В конце каждого дня будет составляться пресс-релиз или в конце недели и подаваться прямо непосредственно на стол премьер-министру. Судя по его заявлениям, по его деятельности, по его высказываниям, мы можем судить, что такое желание есть. Узнать, каковы настроения в обществе и к чему все это дело ведет. Поэтому такого рода общественная помощь была бы очень нужна. С этим предложением мы неоднократно, подчеркиваю, неоднократно обращались на протяжении ряда лет к другим руководителям, которые возглавляли наше правительство. Отлика пока мы не услышали. И вот сегодня, пользуясь возможностью, я оглашу текст, который мы подготовили на имя премьер-министра республики Молдова господина Павла Филиппа. Уважаемый господин премьер-министр, все беды нашего государства исходят из-за масштабной коррупции во всех государственных учреждениях. Мы убеждены, что без помощи гражданского общества и активного участия власти не смогут обуздать эту заразу, которая съедает и уничтожает нашу веру в государственность и суверенитет Молдова. На основании этого мы предлагаем создать, премьер-министре, общественный центр по борьбе с коррупцией. Мы готовы оказать активную поддержку и участвовать в борьбе с этим злом. Предлагаю вам предоставить право формировать состав общественного центра нашей организации с уважением и по вручению председателя Молдова господин Федор Гелич. Мы это письмо целиком поддерживаем, считаем его очень правильным и своевременным. Скажем так, еще вчера и позавчера своевременным. Вот такая у нас ситуация и сегодня это письмо поступит на имя премьер-министра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, сегодня пресс-конференцию удобнее бы назвать в бой идут одни старики. Потому что здесь присутствующие все уже дедушки, не только отцы, но и внуков имеют, я так, насколько знаю. Нам ничего не остается сегодня, кроме того, чтобы идти в этот бой, может быть, да, и это чревато какими-то последствиями. И я прекрасно осознаю, что мы, если премьер-министр нас высушит и прислушивается к нашему мнению, что мы вызовем против себя огромную армию бандитов, повторяю, в погонах, которые сегодня прячутся в прокуратурах, в полиции и в других структурах, которые... Поэтому долгу службы обязаны бороться с этим злом. Но у нас нет другого выхода. К сожалению, очень много политиков сегодня, очень много говорят о том, что Молдова может потерять государственность. Но никто из них, ни те, кто у власти, ни те, кто сегодня в оппозиции в парламенте, палец о палец не ударит и ничего не делает абсолютно с тем злом, главным и основным злом, которое разрушает сегодня общество и разрушает нашу государственность, это коррупция во власти. Поэтому нечего пальцем тыкать сейчас на унионистов, которые сегодня, ряды которых пополняются с каждым днём. Потому что эта категория наших граждан на сегодняшний день довели, дошли до крайности. И они сегодня просто-напросто вынуждены прийти к такому заключению, что единственное спасение граждан республики Молдовы, которые живут между Прутом и Днестром, это присоединение к Румынии. По какому праву сегодня позволяют некоторые политики оскорблять эту категорию граждан? Потому что их довели до такого состояния? Я, наверное, из присутствующих самой осведомлённой, потому что в течение трёх лет я выполнял эту функцию при премьер-министре Тарлеве. Я возглавлял ревизии финансовые и контролировали расход бюджетных денег. И я знаю, как воруют, и какие схемы присутствуют, и кто участвует. И поэтому я сегодня даже наберусь смелости и скажу публично. Я готов сегодня, уважаемые господа, возглавить даже этот совет, этот центр общественный. И я не хочу, сложая руки, сидеть и ждать, когда придёт день моей смерти. А я сегодня могу принести пользу этому обществу и разорвать на куски тех, которые сегодня сидят в госучреждениях и грабят наш народ. Мы сегодня, помимо того, что мы пытаемся и боремся с этой заразой и коррупцией в стране, мы ещё и выполняем роль благотворительную. Только я знаю, и вот Александр рядом, и Антип, свидетели, сколько сегодня нищих, сколько сегодня бедных и несчастных людей мы пытаемся поддержать материально. Но для того, чтобы мы сегодня уничтожили эту преступную группировку, которая присосалась сегодня в государственных учреждениях, нам нужны полномочия. Всё очень просто. Дайте нам полномочия, и мы вам покажем, как нужно сегодня разоблачать, как сегодня нужно уничтожать эту категорию граждан, которые уничтожают нашу государственность. Они очень много говорят сегодня, но никто не предлагает конкретных мер. Я сегодня отношусь с благодарностью к Игорю Николаевичу Дадону за то, что он материально помог моему товарищу и провели онкологическую операцию. Но я ему, как гражданин, хочу высказать претензии. Игорь Николаевич, вы сидите в парламенте, вы себя представляете обществу, что вы оппозиция. Я не слышал ни один раз, чтобы сегодня принципиально депутаты-социалисты легли на пол в парламенте и объявили лежачую забастовку в протест той мизерной пенсии, которая сегодня 90% где-то сажает. Да, я так понимаю, 600 лей получаю. Да, меньше. Почему сегодня социалисты, я задаю вопрос оппозиции, почему сегодня социалисты от слова социалисты, это левые партии, расходуют столько денег на содержание вот этого публичного дома перед парламентом, я его иначе не могу назвать, этих сумасшедшие расходы на эти палатки, на эти шествия, эти экскурсии. У нас вообще в Кишиневе происходит черт или что. Один чабан придет, стадо овец своих водит по городу, экскурсия, второй чабан. И все каковцы ходят, блеют по этому городу, а результатов никаких. Можете на меня обижаться, что я так вас называю, потому что мы так все выглядим. А кто сегодня в парламенте поднял остро вопрос, как живут пенсионеры на пенсию в 600 лей? Как? Кто видел этих людей? Кто был в доме у этих людей? Кто видел лица этих матерей, которые воспитывают детей без отца? Кто видел этих детей, которые сидят в инвалидной коляске, и они не могут сегодня приобрести нормальный образ жизни только по причине того, что нет денег сделать операцию. И все. Этот ребенок будет полной жизнью жить, как все нормальные люди. Везде и всюду, на всех позициях, нехватка денег. Никогда за 25 лет я не наблюдал такого нищенства, который сегодня происходит в Молдове. А одна категория жиреет, до того пухнут, что не знают уже, где отдыхать. Они лежат и думают, где в Майами был, на Кубе был, на испанских, итальянских, французских курортах был. И сидит и мечтает, где же ему еще побывать. Сдуру бесятся. И какой контингент обычные сотрудники государственных учреждений? Откуда деньги? Почему сегодня не хватает у наших сотрудников центра и у прокуроров смелости спросить, откуда у рядового пограничника джип за 50 тысяч евро? Почему сегодня сотрудники прокуратуры не спросят, откуда у рядового сотрудника санэпидстанции Мерседес за 60 тысяч евро? Откуда эти новые машины, эти участки с такими особняками, что не может построить себе даже бизнесмен? А я вам скажу по опыту, откуда все это. Это все деньги, которые поступают в бюджет. Это гранты, это кредиты, которые мы получаем. И вместо того, чтобы поднять уровень жизни и пенсии сегодня нашим пенсионерам, мы их обрекли на голод и нищету. Единственная возможность сегодня поправить положение дел, и мы готовы помочь премьер-министру, это я ему сказал при встрече, это жестокая, бескомпромиссная, радикальная борьба с теми, кто сегодня наживается за счет нашего народа. Многие вчера мне говорили, что это бесполезно, и никто не верит в то, что мы можем сделать. Я официально заявляю, чтобы вы меня потом не называли балаболом, я обращаюсь к премьер-министру. Я обращаюсь к господину Плохотнюку, заместителю председателя партии Демократов, председателю господину Лупу. Если вы сегодня взялись за образы управления государством, а фактически вы сейчас управляете страной одним, мы вам предлагаем помощь. Если вы действительно и искренне хотите сегодня победить эту страшную, больницу, она страшнее, чем онкологическая болезнь, зараза, которая сегодня ни при каких обстоятельствах не гибнет, потому что никто в государстве не ведет с этим борьбу. Я вам приведу один пример пару дней тому назад. Я очутился на одной из баз оптовых, где к празднику, как мы все сегодня пытаемся что-то приобрести. Внимательно слушайте, что я... Что послужило, наверное, тем толчком, который толкнул нас на сегодняшнюю пресс-конференцию. Стою на рампе. Стоит рядом со мной директриса. Стоит заведующий складом. Разговариваем, беседуем. Вдруг охранник, который на воротах стоит, подбегает. И директриса. Дом на Валентина, Авенит, Мерседес. Та страху дает команду заведующий складом. Я бегу, спрячусь, меня нет, если меня спросят. А ты дай, что нужно. Я не понимал, о чем идет речь. Открывается ворота, заезжает крутой, шикарнейший Мерседес. И выходит оттуда мадам. По-украински я бы сказал так. Полна пазуха цицок и оберемок с раки. Перевожу на русский. Большие груди и тазобедренный сустав. Это по-русски. Но смачнее оно звучит по-украински. Зашла, вышла с машины. Вдруг кладовщики несут в ящиках самые ценные продукты. Ну, что это? Яйца на первом месте. Они яйца и грубую яйца. Значит, сгущенное молоко, мясные консервы. И грузят полный этот Мерседес, багажник. Садится эта дама, Ларя Ведери, и выехала. Выходит директриса с кабинета, где спряталась, и спрашивает в саду Слава Дом 0, крестится. Я не мог преодолеть любопытство и спросить, а кто это, ваш учредитель? То есть, по своей наивности, я подумал, что это ну, хозяин, наверное, базы, хозяин фирмы или учредитель. И слушайте внимательно, что мне говорит эта директриса? Федор Васильевич, это обычный сотрудник санэпидстанции. Рядовой сотрудник. Я когда услышал, мне хотелось погнаться за этой машиной, эту подругу, вернуть обратно и разгрузить этот Мерседес. Директриса начала меня уговаривать. Ни в коем случае, не надо ничего делать, Федор Васильевич. Я не верю ни в какую борьбу с коррупцией. Я не верю ни во что. Я лучше этих гадов буду кормить сколько смогу, но не хочу больше бороться за справедливость. И рассказывает мне историю, когда она позволила себе побороться за законом. Приходит сотрудник полиции к ней и говорит, и так, Домна Валентина, ваша фирма подозревается в мошенничестве. Есть два варианта. Вы можете обжаловать наше решение, но мы базу вашу закрываем, офис закрываем, счета закрываем. Этот или 10 тысяч евро откат. Естественно, женщина принципиально уверена в том, что она права. Подает в суд. Полиция запечатывает все. Склады с продукцией, опечатывает счет. Все люди без работы. Три месяца. Через три месяца суд выносит решение в пользу фирмы. Приходит полицейский и спрашивает, ну и что ты выиграла? Миллионы потери. Потеряли поставщиков, потеряли потребителей, не выполнили контрактные требования, условия. Продукция сгнила половина в складах. И после этого она мне говорит, я не хочу больше никогда бороться, не верить никому. Потому что я столько потеряла. Я столько ночей не спала. И мы до сих пор оправиться не можем после того, что надо было всего нам все отдать 10 тысяч евро и черт с ними, пусть они удавятся. Вы знаете, я могу вам рассказывать огромное количество примеров, когда я бы, если бы мне дали полномочия, я вам честно говорю, по-китайски бы, просто расстреливал бы. У нас нет другого выхода. Мы с вами будем вот так молча погибать, молча умирать с голоду от бедноты, от нищеты. и ни платформа, да, ни социалисты, ни демократы сегодня не могут доказать обществу, что они могут что-то изменить в нашем государстве. мы сегодня хорошо обдумали, прежде чем делать такое заявление, и готовы ответить перед обществом за все свои действия. На сегодняшний день у нас есть предложение. И я вам еще раз повторяю, исходя из опыта, ничего правительство без совместных действий сообществом не решит. Только само общество, да, мы энтузиасты, да, мы сегодня не требуем никакой зарплаты, мы будем работать и выполнять эти обязанности без каких-либо генеральских погонов, без заработной платы, премии, мы будем сегодня защищать себя, своих детей, внуков и все общество. Но надо искоренять в каждом. Мне вчера спросили, учитывая то, что еще мы не перешли к вопросам, меня спросили, а как вы это все представляете и как это все будет? Очень все просто. Мы должны участвовать во всех проверках. Любой сигнал, который поступает с любого учреждения, где получили гранты, где получили с государства деньги, и чтобы член общественной комиссии или член центра по борьбе с коррупцией при премьер-министре обязательно участвовал в этих проверках. И я это делал уже повторяю еще раз в течение трех лет. И все помнят, что мы делали. И, к сожалению, да, властям это невыгодно. Потому что, если берешь любое дело, обязательно следы по отмыванию денег ведут наверх. Это правда. Но так, как сегодня воруют, так, как сегодня грабят, но вы меня извините, господа, но европейские, несколько примеров, европейские, наш Европейский Союз дает нам миллионы до того, чтобы мы укрепили границу между Молдовой и Румынией. директор департамента пограничной службы подписывает фальшивые акты выполненных работ. Якобы вышки вдоль границы построены, установлено оборудование, получают деньги, отмывают через частную компанию, а на самом деле вышек никаких нет, ничего там не построено. Мы эти материалы получили, передали в коррупцию. Более того, под видом, что пограничный департамент получает с Румынии оборудование для этих установок, загружают контрабан, контрабанду оргтехники, таможенки не смотрят, потому что это же пограничники получают. Все привозят на склад и вывозят и торгуют по полной программе. Вот на каких уровнях происходит воровство и отбывание денег. Выстав не до еще один пример свежий. Миллионы выдают село Болцата, примар Каранчук коммунист, для строительства водопровода. Ни гранта нету, миллиона, ни водопровода нет. И так на каждом шагу, я могу до утра вам приводить примеры, за три года тех полномочий, которые мне дали в правительстве, это везде и всюду связано с уровнем чиновников, примары, сотрудники министерств и ведомств, все связано с государством. Там, где государство, там, где государственные и общественные деньги, их просто на сегодняшний день в размере 80-90% все абсолютно отмываются. если мы с вами будем сидеть сложа руки вот так дальше продолжать просто без никаких либо действий, без активности, без реагирования, то мы завтра с вами просто придется нам брать рюкзаки и чемоданы и сюда покидать эту страну. Сегодня заключение. Я смотрел последние события в парламенте, когда главный священник нашей страны, митрополит Владимир, вдруг проснулся, наверное, боженько ему настучал по голове, вдруг вспомнил про то, что у нас закон принят о равенстве шансов. А где мы, господин священник, были главный начальник, директор церкви Республики Молдовы, тогда, когда меня и еще двух таскали по судам гомосексуалисты, когда мы выступали против принятия этого закона. Где был Игорь Николаевич Дадон, который сидел в парламенте, этот закон приняли? И сейчас, перед Пасхой, вдруг, перед двери президентских выборов, все такие правильные стали, все такие защитники стали духовности и этики нашего народа. А где все были тогда? А сейчас, потому что выборы приближаются, потому что каждый себя спит и видит президентов, жизнь от нашей не улучшается, ухудшается. И поэтому заключение свое выступление хочу еще раз обозначить главную цель пребывания сегодня на пресс-конференции нашей организации. Мы не видим другого выхода, мы не верим ни одной партии, которая сегодня, неважно, власти или в оппозиции, мы предлагаем сегодня премьер-министру конкретные шаги по обузданию этой коррупционной бандитской структуры, которая у нас сегодня в стране беспощадно дует этот несчастный народ. И мы покажем через месяц каждое утро, я вам это обещаю, каждое утром на завтрак мы вам будем представлять факты, кого поймали, кого за руку поймали, кого поймали за некоторые конечности с конкретными фактами. Да? В каждой структуре, каждое учреждение, потому что и в прокуратуре есть порядочные люди, чтобы вы это знали. И в полиции мы получаем от этих людей очень много информации. Мы будем предоставлять не просто вам голословную информацию, а задокументированную на того или иного коррупционера, который занимает какую-то государственную должность. Но для этого я обращаюсь к премьер-министру, нам нужны полномочия, и мы вам поможем, если вы хотите действительно в этой стране навести порядок, мы вам поможем это сделать. Я тогда позволю себе дополнить некоторые элементы того, что сказал Федор Васильевич. То, что мы здесь люди, конечно, все не уже в возрасте, это в общем-то есть одно хорошее выражение, нет взрослых, нет детей, есть люди, обладающие большим или меньшим опытом в жизни. Кое-какой опыт мы поднакопили, наблюдений тоже хватает. Эти наблюдения сводятся в частности на сегодняшний день вот к чему. Мы видим, что при посольствах, в частности посольствах Российской Федерации и других посольствах, люди стоят очередями. Они бегут. Бегут уже не только те, которые могут работать, бегут уже те, которые работать не могут. Я скажу, что собственно говоря происходит. Как Федор Васильевич сказал, у нас очень низкий уровень пенсионных выплат. До половины прожиточного минимума. Возьмите базовую пенсию в той же Российской Федерации. При тех осложнениях, которые за последние два года там имеются, пенсионный уровень там базовый от 8,5 тысяч рублей. Условно делим на три, получаем сколько? Получаем где-то около трех тысяч лей. три тысячи лей гарантированы человеку, который проработал определенное количество лет базовая пенсия. К этому, к этому, если в семье у женщины трое детей, баллы за каждого ребенка, это дополнительная пенсия. Если человек проработал на одном месте известное количество лет, на заслуженного может подать, и там может получать. Пенсия у такого человека вырастает до пятнадцати, до двадцати тысяч рублей делите на три, получаете хорошие деньги. Семь тысяч лей, а семь тысяч лей, не знаю, кто из вас получает такие деньги, даже на телевидении. У меня сын работает на телевидении, я знаю расценки. Смотрите, какая ситуация дальше. Значит, у нас феномен, который тридцать лет тому назад был раньше просто невообразим в том отношении, что уровень самоубийств среди детей очень сильно снизился. Значит, ранее он не превышал где-то пятнадцати лет, ну, с пятнадцати лет еще, так сказать, осознно и что-то совершал там и так далее. Но сейчас по данным, которые на сегодняшний день мы видим, 11-летние дети кончают самоубийством из-за того, что они плохо живут, не видят перспектив и об этом у нас есть информация полученная из официальных источников. Далее, если речь идет о нашей вот этой самой ассоциации и создании общественного центра, как заметил Федор Васильевич, мы здесь не ищем ни денег, мы в этом, так сказать, в этом не нуждаемся, потому что мы уже действительно думаем о нашем будущем, о наших детях, внуках. Ни погоны нам не нужны, все это уже перережито, прожито, пережеванно и выплюнуто. Значит, мы действительно хотим того, чтобы люди, молодые люди, не искали пятый угол в этой стране и в итоге не выскакивали с чужими паспортами за ее пределы, оставались здесь, работали достойно и получали впоследствии пенсию. Дай Бог вам дожить до этого дня. Кроме того, информация, которая поступает или будет поступать в общественный центр, это информация без комментариев, это информация, это сбор информации, анализ и подача ее в соответствующие структуры. Мы не прокуроры, мы не судьи, мы не адвокаты. Мы собираем, мы передаем, систематизируем и отдаем соответствующим людям. Что хочется еще сказать? Если официальная власть будет сотрудничать с обществом, она приобретет силу и опору в этого общества. Без этой опоры мы будем свидетелями дальнейших вот таких беспорядков, которые будут приводить только к тому, что все больше и больше количество людей будет попадать в больницу с проломленными головами или с какими-то травмами, как это произошло 24-го числа. печально, но сакральные жертвы уже начинают приноситься. Дойдем и до худшего, если дальше нас не услышат и к этому не прислушаются. Спасибо. Я вот вспомнил, кстати, по 24-го сейчас апреля, когда эти митинги были. Ну, послушайте, я поддерживаю протесты, когда они носят мирный характер. Да, мы можем выйти. Кстати, где Молдавский профсоюз, я вообще не понимаю, что-то за структура, которая должна быть всегда впереди, за права человека, за свои гражданские права, за социальные вопросы. Но когда, извините меня, политики выводят народ и подставляют их под уголовную статью, я категорически против разрушения. Как 7-го апреля членом комиссии, которой я был, почему-то тогда никого не привлекли к ответственности за разрушение, не то, что там ударили сколько, 40 полицейских пострадало, да, на сегодняшний день информация, так, я имею в виду за 24-е число, те, кто там бросали камни в полицейских, слушайте, это что за манера у нас вечно полицейских, я сам носил погоны, я прекрасно понимаю, что такое человек в погонах, извините меня, полицейский обязан защищать граждан, защищать порядок, защищать имущество, не важно, плахотнюка, Гелича, Пупкина, Залубкина, не имеет значения, он должен выполнять свои полномочия, свои обязанности, а кто дал право вообще избивать полицейских, бросать камни, наносить травму этому человеку, который стоит на страже закона, и вот сейчас те, кого их арестовали, по 20 суток получили, да, если я не ошибаюсь, сидят в камерах, и что, Андрей и Настасья спит с женой спальне, а этот участник этого митинга спит в камере, и что, а почему Настасья не сидит в камере, мы вообще категорически против использования политиками граждан в своих политических целях, и, слушайте, во что превратили город, я Игорю Николаевичу еще раз напоминаю, Игорь Николаевич, уберите этот городок перед парламентом, перед парламентом, во что превратили, мало того, что у нас в городе мэра нету, который сегодня полностью деградирован на личной почве и в служебной, но виноват в этом не Киртока, извините меня, виноваты все мы, кто избирал Киртуака, тот и виновен, посмотрите по городу, какие дороги, какие ремонты, я ездил, ездил часто по Хенчешскому, вот наверх, где капитально отремонтировали эту улицу, да я бы руки и ноги повырывал тому, кто ремонтировал эту дорогу, люки, сантехнические, выше сантиметров на 20-30 и все машины, чтобы не зацепить поддон, объезжают эти люки, это что, это что, ремонт, а ведь миллионы выбросили, кто спрашивает сегодня тех, кто делал эти улицы, а посмотрите, во что превратили площадь перед правительством, посмотрите, какую срань, извините, народным фольклором выражусь, сегодня устроили перед правительством платформа, да, уберите эту стыну для овец, уберите эту стыну делой, которую устроили и Дадон, и устроили платформа, представьте себе сейчас 40 партий, у нас, да, сколько у нас 40 партий, каждый чабан, соберет свою стыну и по Кишиневу расставит палатки, во что превратится город? Ну, в конце концов должны быть какие-то ограничения, провели митинг, провели протест, ну, уберите эти палатки, во что превратился город, проедите по Кишиневу, у нас что власти нет, у нас уже чересчур демократия, мы играем в демократию, а в стране народ живет все хуже и хуже, сегодня только слышишь, мы против НАТО, мы сегодня против закона гомосексуалиста, половина парламента, члены педерастической организации, никто не реагирует, а народ все хуже и хуже, простите бабушку, которая на 600 лет сегодня живет, она хочет быть членом НАТО, да она будет хоть членом какой-то структуры сексуальной развратной, хоть педофилии, лишь бы ей пенсию два раза подняли, ей плевать НАТО, Варшавский договор, Европейский союз, идите поговорите с простыми людьми, которые сидят на стульчике и мамалыгу режут на 4 кусочка, чтобы ей не елю кусочек рыбы берет по традиции, хотя бы сохранить вот эту религиозную традицию, съесть кусочек рыбы, у нее нету, я был в магазине, люди берут половину сосиски, кушать не имеют что, а мы гуляем по площадям, палатки держим, обслужим, откуда столько денег у партии, кто спросил, кто финансирует эти политические партии, это все спрятано в сейфе, никто не знает, миллиарды, миллионы, кто платит, а направьте эти деньги для, вы извините, я сегодня смотрю, Пасха пришла и ходим мы по домам с яйцами, покрасим яйца в корзинах, носим по деревням старикам, вы знаете, но это конщунство, это мягко сказано, что же вы целуете в задницу этих стариков только перед Пасхой, вы готовы сделать даже тому пенсионеру деда, который не стоит минет, лишь бы он за вас проголосовал на выборах, вот до чего вы опустились, вы оскорбляете народ, вы унижаете этот народ, вы превратили этот народ в скотов, и продолжаете на площадях эти палатки, и устраивать этот цирк, лишь бы прийти к власти, что поменяется, если сегодня вместо сегодняшних партий придет Додон, придет платформа ДА, что поменяется, 25 лет я уже видел сколько менялось властей, а мы все хуже, 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 хуже живем, что поменяется, то, что мы пришли на платформу, да, когда еще было гражданским обществом, наша ассоциация пришла, потому что нас пригласили, и Настасий не хотел с нами разговаривать, потому что мы с ним на русском языке говорили, и выгнал нас, вы хотите сказать, что мы поверили этим партиям, сегодня они борются за ликвидацию, закона о равенстве шансов, надо было тогда бороться, когда все боролись, а не сейчас перед выборами, соберите деньги, каждая партия пусть добавит сегодня к пенсии, если нет сегодня в государстве денег для увеличения пенсии, то я предлагаю, чтобы каждая партия, начиная от Додона, Усатого, этот, кто там у нас еще, Настаси, урвите с тех денег, которые вы тратите на всевозможные вот эти ваши выкрутасы политические, добавьте по 100 лей каждая партия тому пенсионеру, который сегодня в Пасха у него, а он жрать ничего не имеет, простят меня пенсионеры. я извиняюсь за эмоции, господа, но знаете, когда видишь глаза, когда ко мне пришла женщина, бывшая учительница, я тебе рассказывал, которая была репрессирована в Сибирь, ей было 12 лет, родители умерли, она вернулась обратно в Молдову, родную Молдову, и она пришла ко мне и просит, плачет, стыдно ей, попросила что-нибудь покушать. Холодильник пустой, даже выключен, потому что ничего нет. И я сколько мог продукты в магазине, вызвал таксиста, посадил ее в такси с продуктами, попросил таксиста занести ей в дом. Это нормально в жизни в Молдове. Я прошу премьер-министра, я его знаю и очень надеюсь, дайте нам полномочия. Если вы любите эту страну, господин премьер-министр, господин Плохотнюк, вас сегодня говорят столько, столько грязи. Я не знаю еще ни одного случая, чтобы кто-то доказательство предложил. Но я предлагаю сегодня лично Плохотнюку встретиться. Повторяю, я готов сегодня, я думаю, что мои коллеги тоже не будут возражать. Мы готовы сегодня встретиться с лидерами Демпартии и помочь консолидированно сегодня бороться против произвола и бандитизма. Поднять уровень жизни немножко наших стариков, наших родителей. Вернуть детей, вернуть назад молдаван, которые покинули страну. А мы это можем сделать только радикальными мерами. Жесткими. Если ты полицейский имеешь жип за 70 евро и у тебя нет доказательств откуда ты его взял. Бабушка ему, мама купила, у нее пенсия 600 лей, эта бабушка ему купила за 70 тысяч евро. Отнять фонд государства, продать пенсионерам, поднять пенсию. И не болтать. А мы будем это делать, я вам гарантирую. Мы будем это делать. У нас в каждой структуре самые лучшие шпионы, самые эффективные разведчики это обычные люди. У людей внутри кипит, потому что несправедливо. Но они не верят никому, как этот директор фирмы, с кем я разговаривал. Никому не верят. Мы сегодня пытаемся вернуть у людей хотя бы какую-то надежду. Если мы уничтожим в корне, тогда мы все конченые люди. И на трупах этих пенсионеров будут плясать эти бандиты коррупционные, которые сегодня занимают государственные посты. Поэтому я еще раз обращаюсь к господин премьер-министр. Я очень вас прошу, покажите обществу, что вы действительно пришли к власти с намерением бороться против нищеты и помочь нашему нищему бедному народу. Дайте нам полномочия и мы вам поможем избавить страну от воров, бандитов. Сидит, но не могу обойти, извините меня, есть еще время там, три минуты, но не могу видеть, сидит пилат один камер, ему же скучно. дайте ему туда пару гомосексуалистов типа этого профессора Хатиняну. Он не в парламенте должен сидеть, он должен сидеть вместе с филатом в одной камере и удовлетворять сексуально друг друга. Этот человек должен сидеть в тюрьме. Мы три года наша семья требуем, отдайте правосудие этого подлеца этого коррупционера, который выходит с парламента, оперирует, берет взятки, проверьте сколько людей оставились живых после его операции. Мы три года просим, я провоцирую, я требую, чтобы он меня подал в суд. Сидит, спрятался под крышу в парламенте и переживает, что сейчас в парламенте лишат депутатской неприкосновенности. И вот таких, как Хатиняну, таких у нас в море. И все спрятались, совершают преступление, должны в тюрьмах сидеть. А они сегодня льготы имеют, они будут хорошие пенсии иметь, они заработные платы хорошие имеют и ускользают от правосудия. А простого муж Георгия который украл ведро яблок, все в тюрьму, потому что он не депутат, потому что у него крыши нету. вот кто у нас сегодня осужден. Я очень надеюсь, что Филипп и его команда, с кем он там советуется, услышат нас. Если этого не произойдет, то мы вам обязательно доведем до сведения тот ответ, который мы надеемся, получим от премьер-министра на наше письмо. Спасибо. Вопросы будут? Вы можете мне помочь? Когда у вас произойдет на центре и какие они будут у каждого из участников? Для начала мы должны получить разрешение на создание этого центра. Да, и он здесь садлит в гавапикрат. Я отвечу вам. Значит, учитывая то, что у меня уже есть опыт, у нас была такая структура, я хочу сказать большую благодарность Тарлеву, который тогда, будучи премьер-министром, пошел навстречу и создал такой общественный орган. И во всех проверках, которые проводили совместно, я, как представитель экономического совета, был председателем этой комиссии. Я знаю регламент, как это все происходило. Нам не нужны полномочия арестовывать, но мы должны иметь полномочия участвовать в проверках. Расхода, если тебе дали грант, доступ к документам. Доступ к документам. Да, понимаете, да, у нас статус должен быть, так, как это было притарливее. То есть, мы получали, если, допустим, у нас поступала информация, вот, допустим, третья детская больница, получили миллион, и из этих миллионов сами сотрудники, ведь информация откуда поступает? Информация поступает оттуда с той организацией, ведь там порядочные люди, которые информированы, но им нужно куда-то сообщить о том, что нас грабят, дали детям в больницу деньги на ремонт, а с этих денег воруют. Нужен орган, которым бы люди доверяли. Они звонили мне, я подходил к премьер-министру, тут же мне давали команду представителей взять с центра по борьбе с коррупцией одного, одного с налоговой инспекцией, один был у меня в комиссии с экономической полицией, я был председателем комиссии, получали командировочное от госканцелярии, и мы приезжали учреждения. Буназива, здравствуйте! Деньги получили? Получили. А теперь на стол, куда вы их потратили? Вы такое обнаруживали, что времени не это рассказывать вам. Я знаю, как это все нужно делать, но самое главное в этом знаете, что было? Все представители с центра по борьбе с коррупцией, с налоговой, с экономической полицией, которые в течение трех лет со мной были на проверках, знаете, что говорили? С Федором Васильевич, с вами один кайф идти на проверки. Знаете почему? Никто не отзывает, никто не может вмешаться и никто не дает указания фу и фас. Здесь все было полная свобода. Мы проверяли принципиально каждую копейку, каждый лей и представляли акт премьер-министру прямо на стол. Ни в коррупцию, ни в прокуратуру и премьер-министр принимал решение. Он имел самую подробную информацию за каждую копейку, куда истратили руководство того или иного государства учреждения. Понимаете? И никто не мог, ведь у нас как? Вы знаете, добавлю, вспомнил, любой руководитель прокуратуры, экономической полиции, министерства, коррупции, всегда в наше время должен иметь две команды, знать две команды, команда ФАС и команда ФУ. Не дай Господь, если бы сегодня кто-то из руководителей, контролирующих правоохранительных органов, перепутал команду ФАС и ФУ. А у нас в комиссии, когда я возглавляю, у нас не было никакой команды или ФАС или ФУ. Если нас запустили, да, честно признаюсь, у меня была кличка Бульдог. Если мы приходили, пока мы каждую копейку не найдем, куда она была использована и использована была целенаправленно, только тогда мы оттуда уходили. Но мы приносили реальную ситуацию. И вот то же самое сегодня нужно делать. Но это должно покровительствовать только лично премьер-министром. Это лично его должен быть, этот общественный центр по борис коррупции. Именно он должен получать первую информацию с первых рук. И тогда может быть мы что-то поменяем. Я уверен, что мы поменяем. Тогда не будет информация проходить до премьер-министра через фильтры, что можно ему докладывать, а что можно ему не докладывать. А он будет знать в первую очередь самую первую информацию, самую доступную и каждую копейку. Я это с опыта говорю. Я это делал. У меня были такие полномочия. И поэтому мы сегодня предлагаем вернуться к тому эксперименту, который был три года. Его надо сегодня вернуть, потому что ситуация критическая. комиссия как разворот комиссия в Тарливе. Даже в Присоветском Союзе был народный контроль. Нет, Притарливе не было Советского Союза. Это был экономический совет при премьер-министре. И мне я предложил премьер-министру создать комиссию по контролю расхода бюджетных денег. И Тарлив дал добро, и мне поручали возглавлять эти комиссии, если поступали нам какие-то сигналы или жалобы с тех или иных госучреждений, и мы приходили, проверяли и раскапывали там, что уши вяли. И даже один материал я принес лично премьер-министру на стол, и мы нашли деньги, которые шли в окружении президента Воронина, что Тарлив за голову схватился, и он уже рад не был тому, что мы принесли. Но это действовало. И поэтому сегодня это надо сделать еще раз, и при том лично, должен премьер-министр курировать этот общественный центр по борьбе с обслуживали. В советском союзе мы все помним, я был тогда военным, был сотрудником политического отдела, и возглавлял народный контроль. Я был председателем народного контроля при советском союзе. и тогда мы выполняли тоже такие поручения, и тогда легче работалось, потому что тогда партия поддерживала это. А сегодня посмотрим. Кстати говоря, когда был филат премьер-министром, я честно вам скажу, он меня пригласил и предложил мне какую-либо должность. Я ему сказал то, что говорю сейчас. Господин премьер-министр, мне должность никогда не нужна, но я как член команды, который был тогда членом команды, готов возглавить сегодня контроль расхода бюджетных денег. То, что я делал при премьер-министре Тарлеве. На что он мне ответил? Улыбнулся, говорит, да, знаю я о твоих делах, но поговорим позже. До сих пор говорит, вот так. Значит, филату это не надо было, чтобы кто-то еще контролировал расход денег. Я надеюсь, что Филат, вернее, Филиппов, Филипп, я надеюсь очень, потому что у меня была 40-минутная встреча с ним, я очень надеюсь и знаю его, что он откликнется наше предложение, но если они не примут наше предложение, тогда я сразу говорю, я включаю в общий список бандитов, криминалов и этих, кто сегодня управляет нашей страной. Вот такое мое радикальное заключение гражданской моей позиции. Господа, извините, если, да, я обязательно представлюсь, значит, мы с вами общаемся на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций, если кому-то что-то неясно, вы задавайте вопросы. Пожалуйста, что просит девушка? Представьтесь, с вами хотят познакомиться. Юдин Александр, союз журналистов в Республике Молдова. Заместитель председателя Ассоциации Молдова-Меа. Да. В принципе, царя longа, мое simple, что-то ссиан, член административного совета Ассоциации Молдова-Меа. Нас сюда привело не интересы какие-то личные, нас сюда привело беспокойство, потому что у каждого из нас в семье есть трагедия. Трагедия заключается в том, что наши дети, которых мы вырастили, собираются или уже покинули Республику Молдову. Вот, что нас объединило сегодня. В заключение решите от всех присутствующих господа пожелать вам здоровья, благополучия, предстоящий праздник. Может, Бог нам даст ума, может быть, мы поймем, что мы сегодня живем в этом мире временно, рано рано или поздно мы отсюда уйдем. И как я прочитал цитату одного великого киноартиста, мы отсюда не уйдем живыми, но знаете, в чем смысл, который все больше и больше сознаешь? Прожить хотя бы с честью. Умереть, процитирую слова моего бывшего начальника политодела, я лично хочу либо на работе, в бою, на женщине, в худшем случае под женщиной. Вот я вижу такую свою смерть, но не в инвалидной коляске, не в лежачем, неподвижном виде драться буду. Столько, пока дает мне Бог здоровья. Всем хочу пожелать благополучия, надежды, здоровья и в заключение не забудьте покрасить яйца. Спасибо. Самых лучших пожеланий. Спасибо.